Исторические псалмы Мы с вами прочитывали, где припев, повтора повторяется Славьте его, ибо он блах, ибо вовек милость его Он провел через море, вывел народ из рабства Пожалуй, самым, кем наиболее ярким историческим псалмом является псалом 77 А со 2 по 7 стихи можно прочитать Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа И силу его, и чудеса его, которые он сотворил Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле Который заповедовал отцам нашим возвещать детям их Чтобы знал грядущий род дети, которые родятся И чтобы они в свое время возвещали своим детям Возлагать надежду свою на Бога Не забывать дел Божьих и хранить заповеди его Какая тема здесь главенствует, доминирует? Как бы вы ее назвали? Вот в этом отрывке Без истории нет будущего Без истории нет будущего Тема исторической преемственности Тема связи поколений Это одна из актуальных современных тем Связь поколений, преемственность И, к сожалению, данной теме не так уж много уделяется внимания Почти каждый год массовые молодежные конференции Христианские Конгрессы сейчас устраивают В Брянске, в других местах, в Подмосковье Тема преемственности практически не затрагивается Целая серия докладов Серия сообщений на разные темы А где тема преемственности? Нет Нет ее Ну вот конференции, которые были Литературу, как-то мне попадалось Ну вот современная Такие темы поднимаются История баптизма в России Какие-то молодежные движения Книги, как в истории В 20 веке, в начале века Как развивалось баптистское движение Вообще, евангельское движение Как участвовала молодежь То есть, ну Какая-то направленность В последнее время существует все-таки Понимает, что нужно обращаться Есть некоторые движения, да? Нельзя сказать, что оно прямо в глобальных масштабах Но как бы прослеживается немного Да, я недавно был в Донецке В ДХУ В их Донецком христианском университете Они второй год проводят конференцию По теме истории По истории ивановского движения В России, в Украине И вот на этой конференции присутствовало Где-то более 200 человек Я первый раз столкнулся с таким Массовым представительством Чтобы более 200 участников было Представители пяти баптистских союзов Там были Пять баптистских союзов И не только автономные там присутствовали Но даже отделенные, нерегистрированные Прислали свою делегацию Где-то человек пять По-моему было Правда, они присутствовали там Со статусом наблюдателей Не выступали Не задавали вопросов Раздавали свои диски Раздавали свои журналы Желающим Но вообще-то сам факт присутствия Их Это уже тоже Неплохой шаг К какому-то сближению К какому-то взаимодействию Потому что в перерывах Между заседаниями Там было же такое общение На частном уровне На личном уровне Они там у некоторых интервью брали И насколько я слышал Сейчас в Совете Церкви У отделенных Образован так называемый Историко-аналитический отдел Это совсем недавно Что они такой отдел организовали Историко-аналитический Публикации в их журнале Появляются на исторические темы Правда, они слишком уж тенденциозные Слишком однобокий взгляд на факты Истории Это вот, на мой взгляд, минус Если уж Открывать Историко-аналитический отдел То Надо стараться Беспристрастно Изучать События И явления истории Ведь цель Такого добросовестного историка Не Не осуждать И не хвалить Историк, да Не должен ставить Перед собой Такую цель Кого-то осудить А кого-то превознести Историк должен понять Личность Факт Явление А возможно ли вообще такое Как бы, ну Без субъективного мнения Обратить историка Даже посмотреть Ну, каких-то таких Хороших авторов Ну, допустим, Луи Берхов Да, вот он Патристику Пишет И он как бы Все равно Как бы В преломлении Своего мнения Вот Если бы писал Какой-то другой автор То он писал бы Может быть В ином свете Вот Как бы, ну Если будут писать Допустим Историю Православные То они напишут По одному Если будут Историю писать Коммунисты То они напишут Это в другом свете Ведь даже Та история Которая преподавалась В Советском Союзе Там не было практически Ничего о церкви Хотя Церковь Это Без нее Не может быть Историей Как бы Ну вот Насколько возможно Вот чтобы Такому вот Ну, абсолютно Без пристрастия Абсолютной Объективности Наверное Достичь невозможно Стопроцентной Объективности Но Вот более-менее Хотя бы Приблизиться Ну, одно дело Когда Там человек пишет Художественное Повествование Историческое Здесь уж Его Личный взгляд Личное восприятие Другое дело Когда он пишет Там монографию Исследования Научные Тут он должен Стараться быть Все-таки Объективным Летопись Историческая Тут тоже Большое значение Имеет Сам автор Его отношение К данным событиям А если это Просто хроника То Факты Факты А уж Как их осмыслить Это пусть Каждый Вдумывается Осмысливает Наверное Если бы история Только лишь факты Была Оно было бы скучно Конечно Да Когда есть Вот Такой Внутренний подогрев Да Есть личные отношения Тогда Бы интереснее читать Я с вами согласен Но Любый жанр Существует А вот 89-й Псалом Молитвы Моисея Можно к историческим Псалмам Отнести Там где он Говорит Дней Лет наших 70 Да Больше Крепости 80 Там есть Элементы Исторические Связанные С историей Израиля В какой-то Мере Можно Конечно Псалом 76 Он тоже В какой-то Мере Исторический Псалом 43 Там История И уроки Из истории Уроки Для Повседневной Жизни История Оставлена Не просто Для того Чтобы удовлетворять Наш Интеллектуальное Любопытство А для того Чтобы учиться На ошибках Пушественников Библия Вся история Да Священная история Ветхого Завета Священная история Нового Завета Псалмы Торы Это псалмы Священные Чему Какая главная Тема В данных Псалмах Как вы полагаете Закон Да Закон Божий Слово Божие Истины Библии И конечно Если вот Современный Человек Будет читать Там Псалом 118 Например Псалом 18 Где Такие Красочные Художественные Сравнения Ну например Вот Псалме 18 Когда Псалмопевец Говорит о Заповедях Божьих Он говорит Так Они Вожделение Золота И даже Множество Золота Чистого Слаще Меда И капель Сота У современного Человека Возникает Такое Недоразумение Ведь Закон Он на той Закон Что он Давит На человека Он Ограничивает Человека Это Приказ Не делай то Не делай другое А как Можно любить Вот такие Не просто любить А превозносить Восхищаться Эти Законоположениями Которые Сплошь Ограничивают Человека Ограничивают Вроде бы Его свободу А тут Такая Любовь Пылкая Любовь К данному Закону Значит Как бы Вы Объяснили А этот закон Как раз и говорит О том Как нужно любить Он не запрещает Любить А он показывает Как любить Вот потому Он и Приводит Такие сравнения Да По форме Это закон Это приказ Это повеление Но Если применять Это в жизни Практической Повседневной Это как Иаков Говорит Закон Свободы Закон Совершенный А вот эти Запреты Это как Сигналы Предупреждения Как светофоры На улицах Не еди на красный Свет Опасно Подвергнешь Твою жизнь Опасности Путь И Определенные Вехи На этом пути Сигналы Предупреждения Здесь опасно Здесь Бездна Здесь Можешь Провалиться В пропасть Ну и Какой же Самый Большой Псалом Где Тема Тора Тема Закона Тема Слова Божьего Варьируется На разной Лады 118 Не знаю Как сейчас Вот раньше В традиционных Церквах Евангельских Что Был такой Обычай Если Семья Большая Все вместе Собираются На вечернюю Молитву Что Отец Обращаясь К каждому Говорит Ну Называй номер Стиха Из Псалма 118 А я буду читать И вот так Персонально Каждого Просят Называй там Номер Я прочитаю Это вот Пожелание Лично тебе Будет Такая традиция Раньше Существовала По 118 Псалму 71 Благо мне Что я пострадал Дабы научиться Уставам Твоим Страдания На пользу 17 Яви милость Рабу твоему И буду жить И хранить Слово твое 8 Буду хранить Уставы твои Не оставляй Меня совсем 105 Слово твое Светильник Ноге моей И свет стезе моей 13 То есть мы люди Несвоеверные Это Суеверные люди Боятся 13 Номер 13 Числа Устами Моими Возвещал я Все суды Уст твоих Устами Моими Возвещал я Все суды Уст твоих Мы с вами Отмечали Что псалмопевцы Радовались Когда говорили О божьих судах Не боялись Их А наоборот Ждали С нетерпением 56 56 Он стал моим Ибо повеление Твои Храню Он Это значит Закон Божий Слово Божие Закон Божий Стал моим Ибо повеление Твои Храню 72 172 Язык мой Возгласил Слово Твое Ибо все Заповеди Твои Праведны Все заповеди Твои Праведны Вот для Я каждого Первый Первый Блаженны Непорочные В пути Входящие В законе Господнем Большое дело Начинается С малого Пожертвования И пятью хлебами Можно накормить 5000 человек Поддержите Наш проект Молитвой И финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете узнать На сайте www.tvseminary.com Вот истинная радость Истинное блаженство Вы наверное Слышали о том Что Вот этот 118-й псалом Он Выделяется От других Тем Что Он очень искусный Искусно построен Здесь Псалмопевец Применил Даже Акро-стих Так называемый Каждый фрагмент Этого псалма Строфа Так называемый Когда несколько стихов Одну Какую-то Законченную мысль Содержит Начинается С Буквы Еврейского Алфавита Начало первой страфы Одна буква Потом Начало второй страфы Следующая Тут Такие Искусственные приемы Использованы И не даром Вот этот Псалм Псалм Называют Таким Вышиванием Шитьем Искусственным Как некое Такое Очень искусное Совершенное Изделие И по содержанию И по форме В то же время То есть Человек Который написал Этот псалм Он испытывал Радость Наслаждение И удовольствие От божественной Гармонии От божьего порядка От божьего лада Есть такое Слово Понятие Как лад Лад в музыке Там в пене И лад в жизни Мир Любовь Согласие Гармония Божья Божественный порядок Гармоничность Жизни Устроенные В соответствии Со словом Божьим Ну и конечно Радость Псалмопевца Размышляющего О Величии Божьего слова Она связана с тем Что Бог Провозгласил Это слово Среди Израиля Бог избрал Народ израильский Как Народ Миссионерский Предназначенный Чтобы Нести весть О едином Живом Боге Другим народам Вот Мол Язвические племена У них Суеверия Грубые У них Гнусные Поступки У них Мерзости Всевозможные Почему Потому что Они не знают Живого Бога Нет у них Закона Божьего А вот у нас Великое благо Великое преимущество Великое блаженство Что на нас Бог обратил Внимание Что мы Божий инструмент Что мы Живем Стараемся жить В соответствии С Божьими стандартами С Божьим порядком С Божьей гармонией И Это Создавало Такой вот Внутренний подъем Восторг Радость Удовольствие Желание Поделиться Другими То Чем мы Обладаем По сравнению С язычниками У язычников Пороки Зло Страсти Своеверия Что А нам Бог открыл Путь Внутреннего Освобождения Чистоты Псалмы Плачи Их тоже Различают На несколько Подвидов Плачи могут быть Какие Личные Личный плач Когда человек Молится В сокрушении Скорбит Перед Богом С плачем Со слезами Плачи Покаянные Покаянный плач Может быть Не обязательно Личным Целый народ Может быть В состоянии Плача Покаянного Такого вот Смирения Перед Богом И плачи Общественные Ну к покаянному Плачу Какой мы можем Псалом отнести Уже известный нам Да Он в общем-то И Псалом Покаяния И в то же время Можно его назвать Вот как Псалом Плач Покаянный Псалом Плач Отнести Шестнадцатый А какое там Содержание Ну там Как бы Он страдает Давид И просит Бога вмешаться Что его окружили Тесные обстоятельства Можно Да Можно отнести Ну есть Некоторые критерии По которым Определяются Вот эти Псалмы Плача Какие они имеют Особенности Два стиха Первый Хорошо Услышь Господи Правду Внем ли воплю Моему Прими мольбу Из уст Нелживых От твоего лица Сод не доязыдет А концовка Какая у этого Псалма А я Правде Буду взирать На лицо Твое Пробудившись Буду насыщаться Образом Твоим Можно В какой-то Мере Отнести Обычно Псалмы Плач Начинаются Вот с такого Обращения Эмоционального Потрясенного О Господи Господи Услышь А завершаются Хвалой Хвалебным Возгласом Начало И финал Контраст Да Контраст Между собой Псалмы Благодарения Псалом 29 Псалом 106 102 Благослови Душа Моя Господи Да Можно Можно Это отнести Что Для Нехарактерно Какая структура Введение Вступление Затем Свидетельство Об избавлении От чего-то От опасности От врагов И Завершаются Эти псалмы Хвалою Благодарственной Хвалою Псалмы Гимны Ну вообще В широком смысле Гимн Как Вы понимаете Что это такое 99 Так же Восхваление И прославление Бог Кличет Бог Да Ну вообще Что Вообще Характерно Специфично Для Музыки Гимна Торжественность Раскликните Господу Вся земля Служите Господу С весельем Идите Прилицо Со склицанием Познайте Что Господь Есть Бог Что он сотворил Нас И мы Его народ И овцепаство Его Ходите Врата Его Сосла Слови Во двор Его Слови Славьте Его Благословляйте Ими Его Ибо Благо Господь Милость Его Вовит Истина В рот И рот Аминь Торжественность Приподнятость Восторженность Ну еще Иногда Отмечают Вот такую Разновидность Немножко Упоминали О таких Псалмах Но Не обозначали Их Это Псалмы Суда Или Судебные Псалмы Судебные Не в смысле Вот Не связаны С залом Судебных Заседаний Где Прокурор Судьи И адвокаты Опять же 16 От твоего лица Суд Не доизыдит До возврата Очи твоей На правоту Ты испытал Сердцем Посетил Меня Ночью Искусил Меня Ничего Не нашел От мыслей Не отступает Уста Моих В делах Человеческих Пословостях Я охранялся От пути Притеснителя Что мы Вчера С вами Отметили Почему Псалмопевцы Радуются Когда говорят О судах Божьих Не скорбят Не боятся Не страшатся А наоборот Радуются Торжествуют Потому что Они имеют Дерзновение К Богу И знают Что перед судом Божьим Они устоят Так как Бог знает Их сердца То есть Они верующие люди Посвящены Богу И дела Их соответствуют Одобрению Только суд Может одобрить Или же Суд Может исправить Тот нюанс Который мешает Быть более Праведным Этому человеку Ну это По отношению К личности К личности А по отношению К другим А по отношению К другим Бог Приведет людей Как бы На путь К покаянию Обличит Этих людей То есть В ихних делах То есть Совершит Дело Свою Бог Я думаю Наоборот Они хотят Судов Божьих Потому что С Андреем Я согласен В первой половине А в второй половине Что Все-таки Нечестивые Будут наказаны Это то Чего в принципе То что много Звучит В псалмах Да Чтобы Справедливость Да Восторшую Восторшую Торжество Божьей Справедливости В те Эпохи Да и в любую Эпоху Люди Бедные Обездольные Обычно Всегда Были В числе тех Которых Могли Уничижать Обвинять Богатые люди Бедных Притесняли Если он Обращался Куда-то В иск В суд В судебные Какие-то Инстанции То Он почти Не выигрывал Дело Он всегда Оставался В положении Обвиняемого Он не мог Добиться Правды А когда Псалмопевец Говорил о том Что вот Бог вмешается Бог будет Судить То Бог уже Тогда по правде Рассудит Он Накажет Тех Кто Угнетал Притеснял Неправду Делал Беззакон Ну что ж Вот этот раздел По классификации Библейских Солнов Мы с вами Завершили Рассудит Продолжение следует Продолжение следует